Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня ко мне пришли две посылки. Они не из Ами-Армении. Ладно, шучу. Верхняя посылочка из Англии. Тут даже на пакетике есть марка Елизавета. Нижняя коробка приехала из Франции. Ну что ж, давайте начнем с вами распаковывать верхнюю посылку. Она упакована достаточно хорошо. Не как посылка, а как обычный пакет. И тут написано даже Fragile, то есть хрупкая. Я чувствую там баблы, так что все должно прийти в целости и сохранности. Сразу говорю, что куклы пришли для моей французской коллекции. Некоторые вещи для магазина Белевикс Ко. Следите за новостями канала и магазина. Та-дин! Итак, я уже вижу баблы, и они совсем другие, нежели те, которые приходят по ссылках из Америки. А вот и кукла. И как я вижу, тут Apple White из серии Getting Hairized. Так, открываем. Валяется просто в непонятном состоянии. И уууу, ей покрасили волосы. Нет, только не это. В принципе, это выглядит очень даже прикольно, но у Apple White должны быть белые достаточно волосы, лицо у нее все в грязи, и это, конечно, очень обидно. Так что ставьте лайк и напишите в комментарии, если вы ждете преображения этой Apple, и мы из нее сделаем настоящую красотку. Придется потрудиться. А насчет шарниров, ну они так, болтаются, но все-таки это первый выпуск, и уж сколько лет прошло, и вы сами понимаете, уже эксклюзив. К Apple, как и должно, прилагается вот такой вот шкафчик, никаких с ним проблем нет, но также розовая корона и вот такое вот зеркальце. Ой. Лежала она вот в таком вот пакетике, и тут даже написано Apple White, что-то там долг. Вот, наконец-то, я добралась до вот этих вот баблов, выглядят они как колбаски. Это очень смешно, вот так вот открывается и закрывается. Тут еще лежит что-то такое, давайте посмотрим, что это. А-а-а, ух ты, ух ты, ух ты. Это куколка из Ever After также, которой у меня не было открытой в коллекции. И таза-дам! Это Розабелла Бьюти базовая. Ммм. И, к сожалению, у нее есть маленькая проблема с очками. Если долго их гнуть, то они реально сломаются. Останется только украсить ее волосы, причесать, и будет все классно. Меня особо радует, как настоящего коллекционера кукол Monster High, так это то, что кукла первой волны. То есть у нее все очень хорошо прокрашено, детализировано, и глаза отличные, и печать суперская. Ну, кто смотрел первую сенсацию, тот меня поймет. Ну, а в набор кукли прилагается также вот такая вот подставка, закладка, расческа. А еще тут прячется ее украшение. Я очень рада, что теперь они у меня появились, но с ними придется, честно говоря, попахать, промывать им волосы, чтобы они были чистыми, а не такими грязными, как сейчас. Так что иногда заказывать в интернете какие-то вещи и куклы бывает обманчиво. Что ж, у нас на очереди с вами вторая посылка. Она побольше, то есть, ух, я еле ее держу. Написано на коробке, что тут 5 килограмм. Будем сейчас ее распаковывать. Тик-тик-тик. Браво, открыто. Что ж, и если честно, что я пока вижу, так это, ну, просто навалку. Навалку кукол, навалку вещей для них. И тут все спрятано в пакетах и вот таких вот баблах. Легко очень достать коняшку Кошмарика от Blood God. И, кстати, седло у нее очень легко снимается, потому что, чувствую, поиграл кто-то уже в это. И волосы у нее, если честно, требуют немножко восстановления. На очереди вот такая вот сумка. Ух ты, надо же. Она, кстати, очень тяжелая. Видать, там что-то еще лежит внутри. И тут мы видим Фрэнки Штейн, Драку, Лауру и Клео Де Нил. Главные героини Школы Монстров. Сумка очень клевая, кстати. Из будущего внутри вот такая вот сумочка, в которую вы можете положить свой телефон. Также вот такой вот кошелечек. И мне очень нравится черепок сзади. А еще в сумке лежала вот такая вот ручка с телом. Я уверена, это шикарнейший комплект в школу. Все на заклепках и выглядит нереально стильно. Но, как я помню, этого я не заказывала. И, скорее всего, это вот такой вот подарочек и отличное дополнение к куклам. Собственно, теперь о них поговорим. Вот этот пакет, это все куклы. Я не могу себе поверить, но такое бывает. И Банит и Фимюр просто вылетают уже из этой посылки. С Банит и Фимюр все отлично. У нее достаточно такой хороший аутфит. Ничего не испортилось. Волосы прямые, как и должны быть. Их можно немножечко расчесать. И они будут совсем гладкими и отличными. Как будто только что вынули куклу из коробки. На этом я займусь попозже. А пока оставлю так. И что мне нравится в этой кукле, так это ее шикарная печать. У-у-у, да, реально очень крутая. К сожалению, эта кукла не входит в разряд моих самых-самых любимых Монстр Хай. Пакетик не пустой. Тут вообще, я не знаю, мне кажется, килограмм три кукол. И как же это много. Та-та-дам. Каста Фирс. Следующая девчонка в этой посылке. И у нее реальные проблемки с волосами. Может, у нее немножко носик грязненький. Но это не беда. Все это исправило. Главное, что кукла и такая шикарная. Пока я микрофона не видела, но, скорее всего, он лежит где-то внутри посылки. Вот так вот расчесываем. И вообще шикарно. Очень гладкие волосы и приятные на ощупь. В посылку не входят подставки, так что мне пришлось брать свои. И давайте поставим касту на подставку. Готово. Так как мы с вами достали уже Каня Кошмарика, то и хотелось бы достать еще и директорису Бладгут. Что мы и делали. У нее немножко такие слабые, правда, шарниры. Это, конечно, кукла не из коробки, но тоже неплохо. Привет, привет. Ой, а еще я только что заметила, что у Бладгут не ее руки. Совсем не ее, а ручки Клодинбульф. Кайф. Я вижу в коробке кое-что розовое. Это Джиджи Грант серии 13 желаний. Да, серия 13 желаний выпускалась в 2014 году, то есть уже около 4 лет. Внушительная цифра. У нее все хорошо, только вот прическа немножко должна быть вот так вот. Да, не сделали. Шарниры движутся хорошо, ничего не сломано. Один ноготь, кстати, отрезан, скорее всего, ножницами. Упс. На удивление, мне больше нравится Джиджи Грант с такой прической, нежели как она продается в коробке. Окей. А на очереди у нас Торелли Страйп базовая. У нее тоже очень уж редкая кукла. И у нее хвост вот так вот согнут. Ух, ух. Ну, его можно, конечно, разогнуть. И вот что получается из этого. Прическа немного растрепалась и не так сильно залачена, как должно быть в коробке. У нее очень шикарный мейк. Отличная куколка. В пакетике также лежит еще одна базовая куколка, но на этот раз не Клеуденил. И у нее прям настоящее коробочное такое состояние. Отлично выглядит. Единственное, что я сразу заметила, так это то, что у нее совсем другие сережки. А также у нее на шее есть дополнительное украшение, которое ей совсем не кстати, потому что это от Клеуденил. Ну, туфельки есть. Волосы очень хорошо причесаны. Как будто бы куклу вот только что достали из коробки и даже вообще не играли и не трогали. Проблема всех неферток это отсутствие кольца, поскольку оно еле-еле держится. А если держится, то на резинке, которая постоянно слетает. Ну и у моей неферы бы нет. Ну а также Клод. И у него сильно залаченые волосы. Прям такой е-ракешник-ракешник. Он ко мне уже приходил недавно в посылке с Клодией или Клабдей Пульс. У Клодов вот эти вот бакенбарды постоянно отлетают со временем. У этого Клода проблем нет. A pack of trouble ждет. А еще у Клода часто слетают штаны из-за того, что у него они плохо держатся до липучки. Когда у Клода слетели штаны. Классно, классно. Чтобы Клоду не было скучно на полках, пришел еще и Хиз, или же Хит Бернс. Из коллекции Classroom, который был вместе с Эбби Бумен Эйбл. С ним вообще проблем нет, поскольку у него нет волос. Вернее, они молдированы под огонь. Так что тут даже и причесывать нечего. Следующий пацан это Porter Guys из коллекции Haunted. Призрачная. Хорошая печать. Ура! Для меня, как для коллекционера кукол Монстер Хай, важна печать глаз. А шарниры движутся очень хорошо. Для него специальная вот такая вот полупрозрачная подставка. Прям под его обувь. В пакетике становится все больше и больше места. И следующая кукла, где я ее никогда не держала в руках, это Венера Макфлайтрап из набора Goals Night Out. Ммм, какие у нее клевые гетры. Ее косичка забавной выглядит, не правда ли? У нее еще очень красивое платье, вот такие вот брюшки. Прическа полностью не соответствует оригиналу. Вот у нее как смешно, так эта кохичка стоит. Ммм, да уж. Кто-то решил поиграть в салон красоты. Пум-пум-пум. Как единорожек. Клод, кажется, наконец-то найдет свою Дракулауру. Причем первой волны это базовый выпуск. Ура! Первая волна это очень классно. Прическа на месте. Только немножко надо расчесать их, и будет все отлично. В пакетике еще лежит Гулей Ел. Правда, она без скутера, но будем надеяться, что скутер где-то лежит в коробочке аккуратненько. У нее с волосами все нормально, они распущены. Ей даже трусы шили. Прикиньте, трусы. Ой, да. Ей, она типа такая... Гулия с трусами. Вы такое видели? Если нет, то ставьте лайк. Труськи, кстати, еще из высокой талии, так что Гулия в самом настоящем тренде. Также Клодия Вульф или Клодия лежала в коробке. Обратите внимание, что ее айкоффин еще и на резинке пристрелен к ее руке. То есть как будто только что куклу достали из коробки. Ну, возможно, так и есть. Потому что у нее прическа все в шикарнейшем просто состоянии. Как вы можете заметить, я сделала маленькую перестановочку сзади, потому что слишком уж много внимания мы отдали этим сумкам. В пакетике лежит еще один пацанчик. И единственная кукла, так это Дилус Гаргон из коррекции Скориш. И у него опять слетают штаны. Вот за что я не очень люблю кукол с такими вот штанишками, бриджами. Потому что они у них постоянно слетают на липучках. И вот так вот это выглядит. Почему-то я не вижу на нем очков. Надеюсь, в коробочке где-нибудь лежит пакетик, где находятся его очки. А то, что он всех сейчас в камень превратит. Вот и пакетик пустой. Внутри не лежат никакие украшения, мелкие детальки. Еще тут есть такой пакет. Но мы с вами посмотрим, пожалуй, вот эта коробка. И так тут лежит вот такая вот, ой, картоночка. Оттуда вылетают уже дневник и прочие аксессуары Джейн Буллитл. Конечно, не положили внутреннюю часть, что достаточно печально. Но коробка-то есть. И вот еще ее воротничок. А кукле решили сделать новую прическу. И надо сказать, ей достаточно идет. Ммм, прикольно. Она как гречанка теперь. Фиолетовая машина. Я думаю, вы уже догадались, что это. Потому что это кабриолет из серии Скориш. Скориш, city of price. То есть Скориш, город с драком. И тут есть вот такие вот ремни, которые часто теряются. Это огромнейший плюс. И все, конечно же, в отличном состоянии. Просто надо сполоснуть этот кабриолет водичкой, да и протереть салфеточкой. И готово. Дальше в коробке пошли уже игровые наборы. Потому что кукол я, если честно, не вижу. В этом пакетике лежат подставки и разные аксессуары. Мелкие детальки для кукол. Такие вот, как подставка для Каста Фирс. Для микрофона. И дневнички. Я вижу два скутера. Один из которых я видела только в коробке. Это от Пурсифона и Мелодии. Will and the Rockets. Так вот выглядит. В принципе, он ничем особо не отличается от своего первого выпуска. От Гулия Йеллпс со скутером. Вот они, собственно, два пришли. Пурсифоны с Мелодией в наборе не пришли, как куклы. К сожалению. Зато Гулия есть. Внизу коробки я вижу вот такие вот конструкции от Клодин Вольф в спальне. Но куклы я не вижу. Но упакованы так, что все детали просто разлетаются по коробке. Что огорчает. Потому что это приходится сейчас собирать. Не хотелось бы терять какие-то детальки. А внизу мне положили вот такого вот Микки Мауса. Малинового с блестками. И тут написано Лоу. То есть, ржу не могу. Мне что-то кажется, что продавец немножко хотел пошутить надо мной. И кажется, у него это получилось. Потому что с точки зрения ассортимента кукол, да, действительно, очень много кукол, конечно же, не может не порадовать. Просто вау-вау-вау. Спасибо. А состояние некоторых монстрешек оставляет желать лучшего. Особенно Эппл Вайт из коллекции Getting Faire. Походу придется действительно поработать над ними. Так что ставьте лайк, если вы ждете видео. Где я буду ухаживать за своими куколками. Типа лайфхаки для кукол. Я первый раз заказывала кукол из Европы, а именно из Франции. И, честно говоря, они меня немножко удивили. Поскольку куклы на фотографиях через интернет-магазин выглядели более эффектными и аккуратными. Когда я заказывала в Америке, приходили они прям в точности, как и на фотографии. А тут немножко другое. Напишите в комментарии, заказывали ли вы подобных кукол. Удачно это было или же нет. Но не будем с вами плакать. Это все исправимо. Подписывайтесь на канал, а также нажимайте на колокольчик, если вам понравилась эта распаковка. Be cool and crazy. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok